Микрофон, да, я попробую. Во-первых, мы подготовили немножко на коленке сборник из наших пленок, которые нам удалось в последний год оцифровать. Мой дед очень любил всякую технику и покупал самое что-то новое, то, что появилось. Вот киноаппарат, в частности, был в 50-х годах, уже в него был. И мы, вот здесь сейчас немножечко как фон будет кино, а я буду одновременно что-то говорить. Ну, я просто хотел два слова сказать про моего деда, кто он такой, что, значит, он академик-физик. И вот главная работа по квантовой механике, он один из былых основоположников. Это наука, вообще созданная 25-летними людьми. И вот он был, как бы, один из них тоже. И потом он занимался другими вещами, и в частности, во время войны он занимался радиолокацией, собственно говоря, за счет чего он получил все привилегии, которые имел. Потому что квантовой механик, конечно, не особо ценился. Значит, он в рождении 98-го года и служил в армии в Первую мировую войну. И у него была такая характерная особенность, он был почти глухим. И это, на самом деле, спасло ему, по крайней мере, два раза в жизни. Потому что один раз его не забрали в гражданскую войну, не мобилизовали. А второй раз в 1937 году, значит, под предлогом того, что он глухой, ему удалось отбоялиться от того, что он немецкий шпион. Или там какой-то шпион, не было никакого. Значит, до войны, он академик 39-го года, но до войны все жили очень бедно и все было очень тяжело. До 43-го года, когда он сделал работу по дефракции радиолок, которая нужна была для военных целей, и тут же его вызвали из вакуации в Москву. И мама моя говорит, что она никогда так хорошо не ела, как в 43-м году в Москве. Ну и с тех пор, значит, как бы он был частей, участники получил в 48-м году дачу от Комарова. Кстати говоря, опять же, семейные, я, так сказать, не уточняю, семейные легенды говорят, что для нее нужно было заплатить довольно много денег. Но все равно, конечно, это гораздо дешевле, чем участок, но тюрьмень не влезла в место. Не знаю, насколько это правда. Значит, второй момент состоял в том, что он очень долго отказывался от этой дачи, потому что он не хотел, но чего еще один дом, нужно с ним что-то делать. В конце концов, семья уговорила еще под тем предлогом, что его семья в детстве снимала дачу в треойках, и, значит, вот он вернется в места своего детства. Вот, ну, значит, теперь я перехожу, может быть, так вот так. Вот, значит, в этом садочном, примерно 50-х годах, здесь прохочи нету, ну, пускай это будет просто так, но можно даже лук делать потерь, потому что это просто, это, значит, вот, с кадр того времени. Значит, у Владимира Александровича было двое лет детей, дочь Наталья Владимировна химик, и сын Михаил Владимирович физик-инструментатор, и, соответственно, там трое внуков. Значит, вот это, естественно, это его жена Александра Владимировна Лермонтова. Жизнь была такая, что очень подчаялась приезд всяких для молодежи разных друзей. Каждое лето было огромное количество народу на даче молодежи, ну, соответственно, в поколении моих родителей. Впрочем, порядки в доме были очень строгие. То есть, вот, у дедушки была такая идея, что вот все должны в три часа садиться за стол, белая скатерть, салфетки, вот эту курортную улицу покрывают на свадьбу. Вот. Это какой курортной? Это 58-й, я думаю, примерно. Каков-то такого порядка. Обязательно, девочки, ни в коем случае не в штанах, обязательно в юбках. Все очень строго. Но перерывом между обедами, в общем, можно было вести себя, как и вольвери, каков. В начале 60-х годов появилось следующее поколение, которое тут будет представлено на этих пленках. Естественно, кино от детей снимает больше, чем что-либо еще. Конечно, у него были друзья внутри поселка. Он вообще из-за того, что он был глухой, он не очень, конечно, общался с людьми. Это было, так сказать... Ну, вот ближайшим другом был Владимир Иванович Смирнов. Это моя мать Назалья Вадимовна, которая не живает, и в ней 95 лет. Вот Владимир Александрович гуляет по морю. Ближайшим другом был Владимир Иванович Смирнов. И это, кстати, барабовский стуск. Если кто помнит, вот эта бабушка Оксана Вадимовна. Это не Комарова. Вот я вставил у них кусочков не из Комарова. Значит, дело в том, что в 53-м году, естественно, после 55-го года, его стали выпускать. И он возобновил свои связи со своими старыми... В 29-м году он, благодаря фону Рокфеллера, который имел ту же роль для русской науки, что и фонд Сорсен для советской, значит, он смог посетить в Германию. И там как бы вошел в мировую науку. И вот он смог в 53-м году ездить по разным странам. Вот я включил сюда тоже кадр, как он ездил на слоне. Это просто кадр, к которому он очень гордился. Он считал, что вот гораздо больше, чем научными наследиями. Это, значит, он гуляет с Петром Леонидовичем Капицей. Это Нобелевский уряд, который, кроме того, что он Нобелевский уряд, он еще спас ему жизнь в 37-м. Это было тоже его очень близким другом. Это, очевидно, невероятное. Сергей Петрович Капицей, сын, значит, на красавице. Это Владимир Иванович Смирнов с застоликом. Это Ольга Александровна-Вадужинская, математик. Это Людмилович Шпадеев, люди, которые в тот момент комаровцами не были. Но, так сказать, как потом показал опыт, это просто обнаружился кадр случайно в архивах «Оппенгеймер», в котором дедушка встретился в Венеции. Кадры, и я совершенно отец «Оппенгеймера». И я никогда от дедушки не слышал про то, что он был знаком с «Оппенгеймером». Это для меня была совершенно новость. По-видимому, это было опасно говорить, что он был с ним знаком. Ну, просто я сюда вставил этот кадр, потому что меня сильно поразило. Значит, вот, еще, значит, я еще хочу сказать, такой вот был очень строгий распорядок. Я же приезжал круглый год. Каждый вторник он приезжал, уезжал на работу. Уорона утром за ним приезжала машина. Каждый вечер, каждую пятницу он возвращался обратно. Он жил круглый год. Отказывался от того, чтобы туда, чтобы... Да, вот, прошу прощения, вот эта улица Академика Комарова, это пожарная часть, которая разваленная. Все мое детство, туда нельзя было, конечно, ходить, но мы, естественно, туда ходили, не забыла туда залезать. Вот, это пожарная машина. Значит, был, да, и нужно было дров, чтобы это все топить. Причем он отказывался ставить паровое отопление и отказывался ставить телефон. Телефон, который только поставили, когда он уже стал плохо себя чувствовать. Вот обратите внимание, когда электричка такая, плоскануция. А отказывался ставить, поэтому нужно было покупать 30 кубов дров. Это все пилилось, кололось, это была, в общем, страшная мука. Вот, а вот выросли дети, вот они висят всюду на всех тех самых. То есть, них вы? Я вот где-то там, в нижнем левом углу. Вот, вот спереди, это я. Значит, зимой было примерно градусов 12, поэтому маленьких детей в дом не возили, отчет того, что это, как бы, опять же, топилось, были сража, которые топили несколько раз в день. Но потом, как-то, во-первых, стали топить немножко больше, потом, в общем, дети с садой решили, что детей как-нибудь выживут. В общем, это было спокойно. Это вот, Александра Владимировна. Это мостки, кстати, вот, которые Геремеев мостом, что сейчас называется, вот это вот, раньше были такие, вперед. Вот. Еще у меня типичные детские воспоминания. Утром до завтрака дедушка слушает BBC. Потому что, вот это самое ненавидимое мое дело. Все работы по дому были на себе, более-менее. Поэтому нужно было строить, дедца, красить забор. Это мой дядя, значит, Михаил Владимирович, и другой мой дядя, они, значит, красят забор. На самом деле, к которым привлекались еще и дети, это было самое ненавидимое дело. Целый месяц нужно было скрести этот забор ненавидим. В общем, Тома Сойера я упоминал не крылья. Вот это вот горы и дров я специально обставил, что нужно было пилить. Нанимались, конечно, люди. И, в самом деле, это было невозможно. Вот. И, значит, утром я вставал от того, что на весь дом орала таким образом BBC. Потому что, значит, BBC по-английски не глушили. Он, естественно, дедушка говорил на трех языках, и не было проблем слушать это по-английски. Потом, значит, до завтрака рассказывал, что он там услышал. Надо сказать, что он очень старался быть, в общем, как можно более аполитичным. И было в каком-то смысле это легко. Из-за того, что из-за своей духоты он редко принимал участие в каких-то общественных мероприятиях, то, что тогда называлось. И тогда, конечно, ездил в что-то. Было известно, что у него есть прибор слуховой, который на тот момент швейцарский, который можно было выключить. Он выключался с диким щелчком. Поэтому все знали, что если Академик Фокк выключил прибор, то можно говорить все, что угодно. Это все равно не услышано. Но, тем не менее, он как-то все-таки... Иногда ему приходилось, например, более известные вот две фразы, которые он сказал всяким, когда он взаимодействовал с всяким начальством. Один раз, когда его потребовали, чтобы он отдал деньги за какую-то полученную из-за течения лекции на Западе, он ответил, что я вам не оброченный мужик. Другая фраза, когда он сидел на заседании, и когда какой-то человек верноходительнические речи говорил, он сказал соседу, как всегда громко, потому что он не знал, что все слушают, он говорит, вы знаете, трусость не влияет на вероятность отсидки. Вот в Комарове школьники. Я еще помню, когда люди с портфелями ходили по Комарову. То есть была в Комарове школа, вот теперь, конечно, так помню. Прямо в Комарове? Да. Вы же шел в школу Комарове. Общение между старшим поколением. Опять же, общение между старшим поколением, я помню, как Евгений Вадимович говорил, когда мы ходили друг к другу, меня иногда брали с собой, это было всегда очень скучно, потому что это было очень все не торопясь, очень медленно, никогда я не помню, что пили чай, обычно просто сидели и о чем-то очень медленно разговаривали. Ну вот, ну естественно, мне было интересно со своими сперстниками и с людьми, может быть, чуть постарше меня, и это все продолжается до сих пор, и сейчас продолжается на уровне наших детей. То есть это все, конечно, кто-то уехал, кто-то продал дом. Вот монтер висит на столбе. Дяди еще пока деревянные на курортной улице. Вот, и мы, как-то стараемся поддерживать наш дом в том виде, в котором, конечно, мы не жертвуем всем ради того, чтобы сохранить все, чтобы было как раньше. Все-таки у нас теперь есть телефон, у нас есть интернет, у нас там, не знаю, отопление сделали, отопление сделали, отопление сделали, отопление сделали, когда деревянский умер почти сразу, потому что это было уже невозможно. Отопление все-таки сделали, в общем, но, тем не менее, там, по крайней мере, одна комната есть, сохраняется почти такая, как деревянский был, более-менее с его, тоже такой набор мебели, который от, там, от каких-то 19 века до 50-х годов, тоже довольно характерный, вообще более-менее во всех домах она тоже похожа. Ну вот, и еще, так сказать, последнее, может, замечание, что туда, поскольку там довольно много места, то, когда переезжали, там, какие-то квартиры ликвидировали, то туда свозились какие-то бумажки и сбрасывались на чердак. Поэтому, когда мы ищем на чердаке, иногда что-то находишь совершенно неожиданное. Вот, там, один раз, сегодня буквально нашли учебник математики для седьмого класса реальных училищ, который такой, что это соответствует, там, примерно, там, второму курсу математического факультета. Там, какие-то, в газете, там, «Красная звезда» за 41-й год, где, там, за 39-й год, где, там, доблый работа были границы и всякие-таки вещи. А, не так давно, значит, была найдена программка Кировского театра, Мариинского театра, естественным образом, со всякими, как Корсавиной, Покином, там, со всеми самыми знаменитыми танцовщиками, замечательной датой, 25 октября 2017 года. И подпись моей, по-видимому, двоюродной бабушки в углу, что это день восстания больших веков и воцарения электронского Картштейна. Так что, опять же, копаться на чердаках, я уверен, что не только у нас, а в Кабаровских чердаках можно очень много чего найти. Вот, ну, пожалуй, я на этом закончу. Вот, так сказать, я еще хочу поблагодарить Леши Жатарчука, которого, к сожалению, здесь нет, он в армии, который оцифровал все наши пленки, их можно посмотреть, я их, в регистре, мне выкладываю на Facebook, и Юлия Фок, который смонтировал все это, все эти фильмы.